Всем привет, с вами Доктор Парадокс, мы продолжаем играть в Монтегус Маунт, и в прошлой серии мы наконец-то опустили вот этот вот мост. Это оказалось не так просто, там нужно было и морзянку там разгадать, потом вот этот вот, там на часах солнечный код везти, потом вот здесь цветовую последовательность, короче. Но теперь мы сможем перейти, как я понял, на материк, вот этот мост связывает как раз вот этот остров и материк. Так что, всё, выдвигаемся, бешеное окошко, прощай. Так, хорошо. Вот этот красный огонёк, который я видел уже оттуда. Склон Маллигана у нас там. Ирбацкий берег там. Ну, Ирбацкий берег как-то название более намекает на то, что там есть люди, чем склон Маллигана, поэтому пойдёмте там. Может, найдём помощь какую-то, хотя, конечно, там никого не будет, кого я обманываю, но всё-таки будем действовать так. По логике какой-то. Так, ладно, пока не будем нажимать. Что тут у нас ещё? Старый ржавый сейф. Открыть можем. А, ну... Понятно. Капец. Комбинация там из... Ста возможных чисел. Так, ну ладно, выйди, я... Всё, я не знаю. Так, ладно, энтер. Что? А, то есть из четырёх цифр... Кот. Ну, выйди, я не хочу. Ладно, блин. Поставим какую-нибудь. Так, хорошо. Не открывается, да? Вдруг правильно. Ну да. Так, записка новая. Двадцать восьмое сентября девяносто второго года. Отличное убежище. Пещера в конце Рыбацкого берега, которая раньше служила складом, может стать отличным убежищем, когда на острове устанавливается эта ужасная погода. Думаю, туда можно перенести печатную машинку, наслаждаться тишиной и покоем. Да, завтра я так и сделаю. Надеюсь, это поможет мне писать. Это этот писатель. Ну, хорошо, нажимаем. Ой. Девятое мая девяносто третьего. Головоломка Эйдена. Эйден доблестно пытается не дать людям с юга острова добраться до склона Маллигана и Питкарн-Поинт, чтобы остановить распространение болезни. Это надо видеть. Он установил четверо железных ворот, каждым из которых подходит свой каменный ключ странной формы. Настоящая головоломка. Похоже, нам эту головоломку придется решать. В память о ком-то любимом. Хорошо, небольшая пещерка. И здесь у нас рыбацкий берег. Так. Что, взяли ручка? Зачем нам может понадобиться ручка? Ой-ой-ой-ой. Так. Спокойно. Хорошо, что не вот так шли, а то пришибло. Так, вот это вот тот буй, с которого нам передавалась последовательность. Световая на азбуке Морзе. Сколько уже этот дождь идет, капец. Я прям уже чувствую, как мокли уже. Прямо до костей. Еще один день под небом без цвета, одна лишь всепоглощающей страстью. Если бы не скромная разница в оттенках, день было бы сложно отличить от ночи. Это место похоже на часы, в которых остановился маятник. Часы, отделка которых облезла от старости. Серые пустоши вокруг побеждают меня. Кажется, я шагаю по краю без цветного циферблата. Теперь могила Айдена МакЛохлина. Кстати, оказывается, уже второй день мы здесь находимся. Незаметно время летит. То есть, оказывается, была и ночь, и день, да? Я думаю, что это все ночи, лес. Так, странная шестерня. Ага. Ну, ладно. Очень медленно тут ворота открываются, мост тоже так же спускался. Нормальную погоду, днем. Я, наверное, ну... Я думаю, здесь вполне красиво вообще все выглядит. Пейзажи. Если ты безумен, по-настоящему безумен, ты уже не осознаешь свою болезнь. Реальность это то, что ты видишь. А когда то, что ты видишь, меняется, удаляясь от чужих представлений от тебя, оно все равно остается реальностью. Ну да. Так, обломок весла. 14 сентября 92-го года. Тяжелая дверь. Дверь в пещеру чертовски тяжелая. Сейчас таких уже не делают. Если бы работал подъемный механизм, открыть ее было бы проще простого, но, к сожалению, рычаг от него куда-то подевался. Вот в станок в корабле я нашел большой деревянный винт, который подходит к механизму и спрятал его рядом с дверью. Осталось только придумать, чем заменить рычаг. Рычаг. Ну, у нас есть обломок весла, я думаю, он подойдет. Ой. Что так сердце-то заколотилось? Ой. Понятно, почему. Это опять твой ребенок. Да блин, у меня уже язык заплетается. Опять тот ребенок. Что же это за мальчик-то такой? Еще мы на телевизоре, по телевизору в смысле, смотрели запись, там тоже мальчик какой-то на велосипеде ездил. Наверное, это тот же самый. Как бы это понятно, если мы вот по воспоминаниям путешествуем главного героя. Что-то у него связано с этим мальчиком. Его сын, возможно. Возможно, он умер. 25 марта 91-го года. Писательский ступор. Проклятый писательский ступор. После того, как моя вторая книга провалилась, у меня не получается связать и двух слов. Может быть, это чертово место на меня так действует, но этот сраный остров. Мы-то думали, что когда переедем сюда, будем жить как в раю. Смена обстановки творит чудеса, сказал мой агент. Может быть, может быть, может быть, это была не самая лучшая затея. Не первый раз такую историю уже... Не первый раз такую историю уже встречаю. Например, в Шорохе, знаете, игру такую? Крест. Тоже такое было там... Агент подыскал дом. Ну, тоже с этим было связано, типа что, смена обстановки. Чтобы главный герой лучше писал. Он тоже писатель был. Так, понятно. Сюда мы вставляем весло. Нет? Нет. Подъемник. Понятно, что на двери тут. Так, и какие-то цифры. 55, 10, 14, 82 или 0, 2. 82. Что же они значат вообще? Так, где-то он говорит рядом. Со входом. Спрятал. Так, здесь только записка. Это странно было сейчас. Какой-то глюк. Что там из Крид, кстати? Слышите, да, звуки такие? Непонятно. Так, ну и чего? Что мы делаем-то? Священный камень. Это просто звук дождя, что ли, здесь такой? Мне показалось просто, как искры. Да ладно. Маленький деревянный знак. Маленький деревянный знак. 55, 10, 14, 82. Тяжелая деревянная дверь, блин. Спасибо, Кэп. Спасибо. Это... Папа. Ну и... Маленький деревянный знак. Папа. Да. Да. Маленькие деревянные знаки. Что-то в записке Говорилось, он где-то тут рядом Спрятал Кстати, надо было прочитать заново Записку, когда мы туда ходили Нет, это явно что-то то ли искрит То ли что Тем более дождь сейчас прекратился Кстати, тут погода динамическая Заметили, да? Дождь то усиливается, то Слабеет, то прекращается Звук отсюда все время Так, ну блин, давайте сходим еще раз Прочитаем Это вот эта записка Так Рычаг от него куда-то подевался Устанг в корабля Я нашел большой деревянный винт Который подходит к механизму И спрятал его рядом с дверью Осталось только придумать, чем заменить рычаг Винт Где он там рядом с дверью? Что-то он хорошо его спрятал Опять Усиливается дождик Конечно, так ходить два дня Если по-настоящему Еще и гроза Конечно, не очень приятно Под таким Все время То моросящим, то усиливающимся дождем Чувак, где ты его спрятал? Зачем мне эти цифры? Зачем мне эти цифры? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, где этот винт искать в общем Подожди, а это что такое? Кажется, опять комбинация? Ну хорошо Подожди Подождите Я сейчас только что вспомнил Что мы... Нам же еще есть куда идти Чего мы здесь паримся? Я, конечно, извиняюсь Я просто вот Подряд прохождение записываю Просто волей-неволей здесь уже Ум за разум заходит Да, язык заплетается 55, 10, 14, 82 Так, только в какую сторону? Да, ё-моё Ладно, 50 Да ё-моё, 55 10 Попробуем Нет Так Надо, наверное, заново Потому что я пропустил 55 Например, вот так вот 55 10 Так, и чё? В ту сторону 14, что ли? Господи Господи А, блин! Что я делаю? Надо же устанавливать Тут без разницы, да В какую сторону-то крутить А я просто думал Так, 55 10 14 Так, и 82 Хорошо Открывайся Отлично Здесь он, видимо, и спрятал, да? Бонку Кстати, я правильно подумал-то У нас ещё есть места, куда идти Так что, если чё, мы здесь начнём опять тупить Нужно просто вернуться Так И там делать Сюда мы вставляем винт Всё время, кажется, предметы не такие большие, какие на самом деле Так, и весло Ну, погнали Так Так, чё, пролезем? Не пролез... Нет Не пролезаем ещё Хотя Нет Так, ещё раз крутанём А, ну ладно Понятно Здесь конструкция надёжная И на меня это сейчас не рухнет Ладно Та самая пещера из записок Та самая пещера из записок Одни фотографии Питера Питер Питер Лет 92-го Та самая пещера из записок А здесь имя Чё-то замазано Или испачкано Кто же это? Сверождение Эйн какой-то То есть какое-то ирландское имя Когда родилась Или родился Эйн Была сделана эта фотография Нужно запомнить Нужно запомнить Ну хорошо Странно всё это Очень странно Ещё один крест Нашли Печатная машинка Пустая консервная банка 30 октября 91-го года Депрессия Это сука Говорит, что у меня депрессия У меня депрессия Меня всё достало Я подавлен С меня хватит Поговори с Дэниелом Пусть он пропишет тебе таблетки Сказала она Это было только начало Это всё по твоей вине И ты это сам знаешь Это из-за тебя мы тут оказались Да, дорогая, таблетки Таблетки от головы Таблетки от простуды Которая здесь у каждого первого Может быть у доктора Найдутся таблетки От разваливающейся семьи Неплохая фотография Собачки Да, неплохая фотография Так, ну получается Мы сюда ходили Только за запиской Вроде бы больше ничего нет Опять ловушки для крабов Так, вот Вот Я сомневаюсь В своём В своей внимательности Поэтому я всё ещё раз Пересмотрел И всё-таки Нашёл Так, ну вот Сейчас вроде бы Всё, больше ничего нет Что это нам дали? Обломок резного камня Так Как раз четыре камня Как мы помним Нужны нам для открытия Ворот Так, ну всё Теперь возвращаемся Нам ещё нужно Нужно на этот Склон сходить Так Ещё один А, четыре Три Так, понятно Я просто думал Что в скобках Это количество указано Это просто номер Нам нужно ещё Два таких собрать Его же здесь не было Откуда он сейчас появился Два таких собрать Два таких собрать Два таких собрать Это бревно лежит, мне показалось, кто-то стоит Так На долю секунды я испугался Надо внимательно смотреть, чтобы еще камни не пропустить Так, а это... что? А, понятно, это опять тайничок, опять фотографии Ирландии Польнаброн Дельмен Дольмен Дольмен это, да, вот эти вот Продолжение следует... КОНГМЕНТ fal provent Дольмен Дольмен Уни pequeña Как по- 싶ому Скоропс хорошо значит эти камни нам нужны для открытия ворот сами ворот это мы пока что даже и не видели наверное они вот эти ворота были закрыты подожди то есть мы не могли сюда зайти да понятно сейчас так я не знаю короче давайте на этом завершим эту серию блин я даже не засекал не знаю сколько она идет минут двадцать пять и полчаса это как раз нормально нашли два камня нам нужно еще найти два чтобы какие-то ворота отпереть и в следующей серии мы пойдем на склон Маллигана так давайте мы сюда зайдем чтобы от дождя спрятаться в общем всем спасибо что смотрели всем удачи пока всем удачи пока я не знаю что что Продолжение следует...